В гостях у нас Аден Крейг, диетолог и спортивный консультант. Здравствуйте. Здравствуйте, Аден. Скажите, а действительно ли вот эти снеки, чипсы и различная газировка, они являются наиболее вредными продуктами для человеческого организма и влияют на ожирение излишний вес? Да, это действительно так. Они входят в десятку самых вредных, наверное, продуктов, которые употребляют наши граждане. То есть от них лучше всем оказаться? Да, конечно же, от них лучше всем оказаться, хотя это, наверное, антиреклама. Ну, да, отстраивающего страшного. Своевременное. Но это действительно так, потому что состав этих продуктов чрезвычайно вреден вообще, в принципе, для любого организма. Пусть человек здоров или болен, все равно избыточное потребление приведет в итоге к проблемам. Аден, я вот даже не знаю, что спросить, потому что у нас у женщин миллион вопросов о диетах, тем более, что наступило лето, одежды на нас стало меньше, а следовательно, все какие-то недостатки, они теперь налицо. Давайте разберемся сначала вот в чем. Диета и правильное питание – это разные вещи? Да, это разные вещи, потому что изначально понятие диеты появилось в медицине. Оно было использовано именно для лечения, скорее, больных, у которых есть какие-то противопоказания в еде. Почему? Потому что само по себе слово диета, она подразумевает исключение каких-либо продуктов. Здоровое питание – это все-таки немножко другое. Это понимание того, насколько тот или иной продукт полезен для нашего организма, насколько в нем содержится веществ, необходимых нашему организму. Соблюдение, конечно же, БЖУ – это белки, жиры, углеводы. В общем, понимание этого вопроса, скорее всего, и складывает информацию о здоровом питании. То есть здоровое питание – это именно понимание процесса, чего и сколько можно есть, да, и в каких пропорциях. А скажите, вот сейчас, несмотря на прогноз погоды и на погоду за окном, у нас лето все-таки календарное уже наступило, и многие хотят очень быстро привести себя в форму, похудеть, и вот в том числе и поэтому садятся на диеты. При этом целый год они, грубо говоря, не придерживались ни диет, ни полноценного здорового питания. А как вы относитесь к такому виду диет, которые позволяют за месяц сбросить 5, 6, 10 килограммов? А сколько это приятно? Ну, отрицательно отношусь. Почему? Потому что любые резкие изменения, да, которые происходят в нашем рационе питания, в нашей жизни, они негативно сказываются однозначно. Тем более, что чаще всего люди обращаются к диетологу, либо начинают снижать вес, уже имеют какие-то проблемы со здоровьем. Все резкие изменения еще больше усугубляют. Но все зависит от конкретно каждого человека, да, то есть у кого-то здоровье позволяет. Кстати, цифра 5-6 килограмм – это вполне реально. Именно эту цифру я лично рекомендую снижать в месяц. Но опять же, все очень индивидуально. То есть здесь надо смотреть непосредственно на человека. А вот по поводу, что все индивидуально, действительно так. Почему некоторым женщинам удается быстро худеть, а некоторым – ну вот никак. Все зависит от метаболизма. Он генетический, скорее всего. Но не только. Метаболизм можно раскрутить. Основа раскрутки любого метаболизма – это дробное питание. Дробное питание. Дробное питание. Когда начинается эффект вот не от диет, диета, понятно, ты ограничил себя в еде и вроде как сбрасываешь, да, ну, больше или меньше. А если начинать питаться вот именно правильно, здоровой пищей по какому-то определенному графику, вот, ну, который вы прививаете, когда наступает эффект? Эффект может наступить уже через неделю-две. То есть, есть такое понятие, как инкубационный период такой, да, он чаще всего занимает, опять же, у кого как, от двух недель до месяца. То есть, в зависимости от запущенности состояния организма. То есть, в любом случае он рано или поздно придет в норму? Обязательно придет, если процесс этот выстроен правильно, если человек не занимается самолечением, самообманом. Если он два дня придерживается правильного питания, а потом неделю не придерживается, но всем рассказывают, что он придерживается его всегда, скорее всего, не приведет это к результату. А насколько важен питьевой режим? Вот везде пишут, что в день нужно выпивать не меньше двух литров воды. Так ли это и для всех ли это подходит? Именно эта цифра, да, действительно звучит везде. Я с кем не общаюсь, все меня убеждают, что им рекомендую два литра воды. Нет, не совсем это так. Все зависит, во-первых, от все-таки веса человека. Если один весит 100 килограмм, другой 50, ну, наверное, количество воды в его организме и потреблении его, оно разное. Это первый вопрос. А второе, если это зима, и мы сидим дома, мы, естественно, не испытываем этих перепад температуры, то воды нужно меньше. Если это все-таки лето, и мы теряем эту жидкость, да, в процессе, то, конечно, ее нужно восполнять. Скажите, а правда ли, что можно с помощью воды обмануть аппетит? Вот я слышал такую версию, что если вечером, например, перед сном хочется очень покушать, но уже вроде после шести как бы есть не всегда полезно, не все могут себе это позволить, можно несколько стаканов воды выпить и пойти спокойно уснуть. Первое заблуждение, то, что есть после шести нельзя. Так. Поэтому до сна за два часа можно есть. Что касается, опять же, смотря что, да, что касается воды, обмануть нежелательно, наверное, но если человек привык переедать, то стакан воды перед едой, скорее всего, уменьшит его объем желудка, соответственно, съесть он сможет меньше, но если у него нет психологической зависимости от еды. Мне кажется, что это ненадолго все равно. Конечно, ненадолго. Вода не является источником энергии. Вода – это источник жидкости. Обычно у человека возникает, опять же, есть понимание голода и аппетита, да, вот этот голод возникает, это именно физиологический процесс, он возникает от нехватки как раз тех самых полезных веществ в организме, которые нам необходимы. Очень исчерпывающие ответы. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам в гости. У нас был в студии диетолог Адан Крейг. Продолжение следует...